От Мурманска до Твери такой маршрут преодолели трое жителей областного центра. Правда, в отличие от всех путешественников, они это сделали не на поезде. И даже не на автомобиле, а на катерах. Роман Быков расспросил их о подробностях такого необычного вояжа. Сейчас, глядя на карту, на которой отмечен маршрут их путешествия, эта троица, наверное, до сих пор не может поверить, что им удалось это сделать. Пройти на катерах от Мурманска до родной Твери. Преодолев 3,5 тысячи километров по рекам, морям и озерам. Прошли два больших моря, прошли Беломоро-Балтийский канал, Онежское озеро, прошли Вытигру, Рыбинское водохранилище, Волгу. То есть у нас такой переход, очень достаточно сложный и достаточно продолжительный. Путешествие заняло у нас один месяц и пять дней. Два года они готовились к этому путешествию. Изучали карты, собирали информацию о местах, где планировали остановки. Договаривались с пограничниками. Ведь отправной точкой стали территории, которая находится рядом с госграницей. Непосредственно плавание складывалось очень удачно. Хотя без приключений не обошлось. То в отлив попали во время отдыха, в итоге один катер оказался на суше, то в настоящий шторм. Однако приятных моментов было намного больше. Когда идешь, когда полный штиль, красота, любуешься красотами, особенно северными, когда это Баренцево море, тебя окружают дельфины. Бывают временами проходят подводные лодки. Бывают там и китовые тоже всплывают гребни. Это уже третье путешествие этой троицы. До этого они возвращались в родную Тверь из Выборга и Астрахани. Теперь в планах испробовать свои катера в водах Черного моря, ошвартовавшись в городе русских моряков Севастополя. Продолжение следует...